Экзамен Прошли годы, девочка видимо поступила, и сейчас как-то все меняется. Дело в том, что меня всегда смущало две вещи. Это содержание этого экзамена, сами контрольно-измерительные материалы, к которым у меня и по сей день есть претензии. И второй момент – это сама форма проведения ЕГЭ, вот это некоторое нагнетание нервозности, и в этом году еще ставят какие-то рамки металлоискателей. Я не очень понимаю, честно говоря, что проверяют, металлические шпаргалки, что ли, чтобы не приносили, но пластиковые пронесут, серьезный разговор. На самом деле, конечно, безопасность важна, конечно, нужно сделать максимально прозрачным и объективным, все замечательно, камеры, металлоискатели, я не знаю, автоматчики на входе, все здорово, мы только забываем, что это дети, понимаете. Вот даже когда в аэропорту ребенок проходит через металлоискатель, он все равно весь съеживается. Ну, так человек устроен, правда, когда его проверяют, когда его контролируют, когда ему не доверяют. То же самое касается и вот всех этих зашифрованных работ, когда обязательно, значит, нужно, чтобы вот работы писались здесь, а проверялись там в соседнем регионе, где-то еще. Какое-то, на мой взгляд, чрезмерное недоверие к школе, к учителям, вот это вот шарахание постоянное. Когда мы делаем вид, что эксперимент себя оправдал, а потом, по сути дела, его отменяем, да, потому что на самом деле он себя не очень оправдал, все это, наверное, хорошо. Вот вообще люблю эксперименты, там, когда с мышами, с хомячками, но когда несколько поколений выпускников прошли через эти эксперименты в качестве мышей и хомячков, это тревожно. А, видимо, вот министерство все-таки осознало, потому что, смотрите, вот те ребята, кто, там, сколько лет назад ЕГЭ-то начали сдавать, 10, 12, я не помню, вот, те ребята, они уже выросли, они уже закончили вузы, да, мы уже посмотрели, что с этого получается. Видимо, получилось что-то не то, что хотелось бы министерству. Конечно, я уж, ну, скажем так, я несколько утрирую, когда говорю, что это совсем ничем не отличается от тех экзаменов, которые мы сдавали, там, по билетам, там, все дела. Значит, будут какие-то иные формы, просто, ну, вот, тест, например, с выбором ответа, ну, уж это как-то уж совсем детский сад, давайте по-честному, да, в конце концов, вероятность при полном незнании 1 к 3, что я попаду пальцем, да. То есть, отказываться будут прежде всего вот от этого. Кстати, в некоторых предметах, в той же литературе и в математике, по-моему, от части А, где выбор ответа, там давно уже отказались, да, то есть сразу поняли, что тут что-то не то. Значит, какие-то иные формы, там, иные вопросы, на которые надо дать ответ, задачи, которые надо решить, ну, все это будет, вот, и, в общем, все это как бы, все это как бы правильно. То есть, это все равно будет какое-то другое, он будет все равно называться ЕГЭ, никто никогда не скажет, что эксперимент по ЕГЭ не удался. Вы понимаете, сказать это, это перечеркнуть все, что было сделано и задать вопрос, а где деньги, конечно, нельзя. Никому не нужно. У нас, значит, с ВУЗами вообще беда. В каком смысле? Я уже не говорю о том, как их много у нас, в каждом подъезде по ВУЗу, да, вот, и все какие-то филиалы чего-то, 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 не пойми чего. Но это одна сторона дела. Дело в другом, понимаете? Вот что такое ВУЗ? Как бы в традиционно советской такой системе, да, это было получение специальности, квалификации какой-то достаточно высокой, ну, относительно высокой, да, и плюс там философия, научный коммунизм, то есть правильный взгляд на жизнь. Значит, сегодня ВУЗ профессии ведь не дает, он дает образование, как и должен давать, да, значит, в результате у нас все с образованием, профессии ни у кого нет. Причем, интересная штука, ВУЗ дает специальности, которых в природе не существует, ну, экономический факультет, да, там, менеджмент, кто, что в дипломе написано? Менеджер, это что? Понимаете? Топ-менеджер «Газпрома» и менеджер торгового зала в мебельном магазине, и то, и другое менеджер, так вот, который закончил ВУЗ-то, он кто? Раз. С другой стороны, масса всяких профессий сегодня, огромное количество, на которые никто не учит. Вот вообще никто не учит. Я не хочу вам задавать лишних вопросов, но я знаю, что вы все работаете не по специальности. По специальности я готов просто встать, извиниться и поклониться, и все, понимаете? То есть есть профессии, которым просто не учат, так? Теперь, нужно ли во всех профессиях иметь высшее образование? Вот смотрите, у нас все программисты в основном с высшим образованием, в лучшем случае с информатикой, в худшем с медицинским, так? Вот объясните мне, зачем программисту высшее образование? Вся философия, вся политэкономия, если он гениальный программист, вот вполне достаточно было бы колледжа. Чего у него там в дипломе написано? Подчас тоже не важно. Он как бы есть, хорошо, но по большому счету, вот я беру на работу человека, мне вообще не интересует, где он учился. Мне интересует, что он умеет делать. Понимаете, чего он умеет делать. Есть ли у него опыт, есть ли знания, есть ли навыки. А в дипломе у него написано, что он селекционер. Ну какая разница? Так получилось у человека в жизни. То есть вот получается так, что ситуация на рынке труда и ситуация в образовании, они совпадают чуть-чуть, лишь слегка. Это тоже неправильно. Ну мне, наверное, трудно судить, потому что, ну, хотя, в общем-то, у меня есть там какие-то внуки, которые учатся в начальной школе. Я не могу сказать, что они сильно нагружены. Ну вот неправда, понимаете. Потом что такое нагрузка? Вот что такое нагрузка? Нагрузка – это когда ты, там, не знаю, три часа занимаешься скучным, неинтересным, тяжелым делом. А когда ты восемь часов занимаешься интересным делом – это не нагрузка, правда? Поэтому весь вопрос не только в том, сколько они получают и сколько должны отдать. Весь вопрос в том, как это происходит. Если процесс учебы увлекателен, интересен, приносит удовольствие, ребенок оказывается в ситуации успеха, вообще никаких проблем, вообще никаких проблем. И сказать, что сегодня программы перегружены, как все об этом говорят, я бы так не сказал. У меня такое ощущение, что даже когда я в школе учился, программы были плотнее. Когда мы, например, начинали работать в провинциальном колледже, мы там реально перегрузили детей, но нам все хотелось побольше, побольше. Время такое было. И вы знаете, как-то дети выжили и стали приличными людьми, и, в общем, даже благодарны за это иногда. Хотя там приходилось, да, учиться с утра до вечера, а ночью еще писать курсовую работу. Но зато, когда ребенок написал первое в своей жизни научное исследование, в последнюю минуту, вот в последнюю ночь, когда уже утром надо сдавать, он счастлив. Он это сделал. Жизнь – это преодоление. Почему мы все время боимся детей чем-то загрузить-то? Кадровый вопрос стоит острый. Будет стоять до тех пор, пока процесс не только учебы, но и процесс обучения не станет веселым и интересным. Я имею в виду, что, к сожалению, в последние годы, сейчас уже, знаете, вот не так остро стоит вопрос, например, зарплаты. Ну, действительно, учителя стали, пусть они меня не обижаются, если им так не кажется, но мне думается, что в последние годы стали получать какие-то человеческие деньги. Вообще, это несопоставимо с тем, что было в прежние времена, потому что я застал еще там и советские времена, когда у меня зарплата была 133 рубля 76 копеек. Мне казалось, что это очень много, потому что в два раза больше стипендий. И, так сказать, были времена, когда вообще зарплату не платили там месяцами, и когда зарплата дико отставала от то, что называется средней по промышленности. А сейчас вроде это человеческая, да. Но так началась другая беда. Учитель вынужден делать очень много дел, которые вообще никак не связаны с его основной деятельностью. Это бесконечные бумаги, это бесконечный мониторинг, это какая-то безумная отчетность, которая никак не улучшает сам учебный процесс, но отнимает у учителя массу времени, которую он мог бы потратить, а, на собственно детей, и, б, на самообразование. Понимаете, ему дай бог вот бы отчитаться. Потом начинаются эти федеральные стандарты, которые надо еще понять, потому что там сам черт ногу сломит, там такие тексты, я почитал эти стандарты, не написаны совершенно по-человечески. И надо это срочно как-то осваивать. Значит, какие-то новые требования к ЕГЭ, и надо срочно осваивать. А потом все меняется, и вместо тестов устные экзамены, и опять все пере... Вот это что такое? Понимаете? Мы никогда не решим кадровый вопрос, если вся, так сказать, не сделаем профессию учителя привлекательной. А привлекательна она может быть только в одном случае. Я учитель, я хочу учить детей, вот дайте мне учить детей. И если вы что-то мне, скажем так, заставляете меня делать, то объясните, какое это отношение имеет к обучению моих детей. А вот всякие эти, вот, для фундаментальных научных исследований писать отчеты, простите. Знаете, вот проблема. Потому что на самом деле я вам честно могу сказать, что лучше профессия, интереснее профессии, чем профессия учителя, просто не существует. Это я вам честно могу сказать, потому что я эту профессию уже как бы сменил, да? Мне есть с чем сравнить. Это безумный интерес. Если тебе не мешают. Мне повезло. Во-первых, работал в хороших школах, где не очень мешали учителям. А во-вторых, работал в хорошее время. В хорошее время. Период первоначального, так сказать, профессионального становления пришелся на советскую эпоху, где все было отработано, где все было ясно, понятно, система требований была очень четкая. Жесткая, но четкая. А потом началось творчество. Период перестройки, начало 90-х. Твори, выдумывай и пробуй. Лучше.